С 1 апреля в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу, который будет завершен 15 июля 2019 года. В первую очередь для получения осрочек попадают молодые люди, которые по окончании школы изъявляют желание поступить в высшее учебное заведение. А также по окончании высшего учебного заведения есть возможность повторную получить осрочку для поступления в магистратуру. Призыв в армию – это комплекс мероприятий, включающий в себя явку на медицинское свидетельствование и заседание призывной комиссии, а также явку в указанной в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения службы. Молодой человек прибывает в военный комиссариат, проходит в первую очередь профотбор, во вторую очередь проходит мета-свидетельствование. После прохождения медкомиссии проводится призывная комиссия, на которой принимается решение по состоянию здоровья. Годен молодой человек для службы в армии, либо не годен. Если не годен, по тем или иным причинам его отправляют на дополнительное обследование по меропоказаниям в аккредитованное лечебное заведение, в частности, если брать по нашему городу, это горбольницу. И те молодые люди, которые по решению призванной комиссии признаны годными для прохождения службы вооруженных сил Российской Федерации, в дальнейшем они едут на ОСП, в частности, у нас в городе Железнодорожное, это областно-сборочный пункт, где повторно проходит медкомиссию еще раз. И уже оттуда, на сборочном пункте, их уже формируют в команды для отправления в те или иные виды вооруженных сил Российской Федерации. Нововведения в армии в 2019 году носят неглобальный характер и направлены на создание комфортных условий пребывания. В распорядок дня вводится дневной сон, также для соблюдения гигиены солдатам будет выдан специальный набор с предметами для личного ухода. Для увеличения привлекательности служения в вооруженных силах и спокойного психологического климата разрешаются звонки домой. На сегодняшний день уже прошли две призывные комиссии, это 5 апреля и 12 апреля. По результатам этих двух призывных комиссий можно сказать, что призыв идет более-менее неплохо. Прибыло 39 призывников на призывную комиссию. По результатам медицинской комиссии 9 человек были отправлены на дополнительное обследование в горбольницу. 6 молодых людей получили отсрочку в связи с учебой в учебных заведениях. И 15 призывников на данный момент по решению призывной комиссии признаны годными для прохождения службы вооруженных сил. То есть это 15 потенциальных призывников, которые могут быть призваны в этом году в весеннем призыве в вооруженные силы. И по плану, единственное, что скажу, у нас в этом году плана призыв для города Электрогорска 20 человек, но фактически мы пока идем в таком нормальном росте.